Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня республика получила 10 кислородных концентраторов. Помощь в их приобретении оказал депутат Государственной Дома России от Карачао-Черкесии Джишер Бекузденов. Также в рамках поездки он встретился с молодежью волонтерского центра «Единой России». Подробности у Али Баташева. Ребята из волонтерского центра «Единой России» разгружают прибывший на «Газели» груз. Это 10 картонных коробок среднего размера. В каждой из них новый кислородный концентратор, предназначенный для лечения больных ковидом в нашей республике. По телефону горячей линии 8 800 201 46 49 можно обратиться за получением кислородного концентратора, говорят в исполкоме регионального отделения «Единой России». Кислородные концентраторы, они предназначены для оказания помощи людям, которые выписываются с ковид-госпиталей, и им еще необходимы эти кислородные концентраторы на дому. Они сегодня к нам попали по обращению наших молодых гвардейцев к депутату государственного центра «Единой России». Он с удовольствием откликнулся на эту просьбу, оказался действием. И вот сегодня он лично привез эти консультанты. Депутат провел встречу с волонтерами. Ребята интересовали темы экологии, социальной политики и другие вопросы. Чешарбе Кузденов поблагодарил волонтеров за активную жизненную позицию. Уважаемые друзья, вы очень хорошее дело делаете, и надо дальше этим заниматься. Любые идеи, то, что будет от вас, мы максимально будем поддерживать. Люди, которые с нами здесь постоянно работают, постоянно активно себя проявляют. Для них такие встречи могут стать неким мотиватором, некоторым примером для того, к чему нужно стремиться, кем они могут дальше в будущем стать и как этих успехов добиваться. Люди с таким опытом, например, как Джош Арбек Порисович, это живой пример того, как работая, как с помощью трудолюбия и честности можно добиваться больших высот. В завершении встречи волонтеры получили в подарок от депутата Джош Арбека Кузденова интерактивный тир. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в Карачаеве, Черкесии выявлено 52 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общая количество заболевших в республике составило 32 881 человек, из них 29 127 выздоровели, 385 человек госпитализированы. Владелец личных, владельцев личных подсобных хозяйств в новом 2022 году поддержат в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Господдержка станет доступна гражданам, зарегистрированным как самозанятые. С 2022 года они станут получать субсидии. Мера поможет нарастить производство овощей, молока, мяса и будет способствовать насыщению российского рынка. Продукция отечественного производства сообщили в Министерстве сельского хозяйства Карачаева, Черкесии. Напомню, что данное постановление 24 декабря 2021 года подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отделение Русского географического общества в Карачаево-Черкесии образовано в 1996 году. Компании, работающие в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае, постоянно приглашают сотрудников отделения в качестве экспертов по экологическим, геолого-разведывательным и горнодобывающим вопросам при строительстве в горных условиях. Ежегодно проходят высокогорные экспедиции, где ведется эколого-географический мониторинг горных районов Карачаево-Черкесии. Результатом экспедиции является комплексная оценка природной среды. В КЧГУ прошло отчетно-выборное собрание Карачаево-Черкесского отделения Русского географического общества. Репортаж Аллы Динаевой. На естественно-географическом факультете КЧГУ имени Умара Алиева на отчетно-выборное собрание собрались члены Карачаево-Черкесского отделения Русского географического общества. Но из-за эпидемиологической ситуации присутствовали не все, но достаточное количество людей, чтобы провести заседание. Всем перезвонили, с ними переговорили. Они говорят, вот как вы будете решать, мы полностью с вами согласны. На повестке избраний председателя, членов Совета и ревизионной комиссии Регионального отделения Русского географического общества и другие важные вопросы. На должность председателя предложили переизбрать действующего руководителя, доктора географических наук Вячеслава Анищенко. Отделение Русского географического общества делает очень много полезного, нужного. Возглавляет его очень уникальный человек. Его уникальность проявляется в разных сферах. Он прекрасный педагог, ученый, обладает высоким уровнем профессионализма. Собравшиеся единогласно поддержали кандидатуру Вячеслава Валентиновича. Определили на заседании членов Совета и ревизионной комиссии. Доктор технических наук Валерий Кочетов стоял у истоков создания Крачево-Черкесского отделения РГУ. На собрании он избран членом Совета. Валерий Сергеевич говорит, да, сейчас можно быстро облететь всю планету на самолете. Все посмотреть. И мир уже хорошо исследован, но... Можно запросто поехать в Африку, на Гималайи, посмотреть Европу. Казалось бы, все географические открытия сделаны, но нет еще очень много таких маленьких. То есть можно еще и опускаться под землю. Не все вершины еще покорены. Да, самые высокие уже, так сказать, покорены. Но это очень интересное занятие. Особенно то, что связано с экологией, с сохранением животного и растительного мира. Это, конечно, сегодня задача номер один. Валерий Сергеевич – выпускник Бауманки, где была самая мощная альпинистская секция в Советском Союзе, в которой он занимался и стал кандидатом в мастера спорта. Ну, на Эльбрусе я был больше десятка раз. Все пятитысячники на Кавказе. Ну, потом эти травмы, конечно, уже на Алтай, Тяньшань. Там везде я был. Главными задачами Карачева-Черкесского отделения РГО, как и прежде, являются поддержка общественных инициатив в изучении географических закономерностей, проведение научно-исследовательских работ и формирование экологической культуры. Мы поняли, что нам удалось сделать, что нам не удалось сделать, на чем нам нужно в перспективе акцентировать внимание в плане развития нашего географического общества, в плане развития общества вместе с процветанием нашей республики. Ежегодно географическим обществом проводятся и высокогорные экспедиции. Нигде мы так не чувствуем изменения, происходящие в природной среде, как в высокогорьях. Новое освоение природных ресурсов, особенно в горных территориях, в прибрежных зонах, откладывает отпечаток на санитарное состояние рек, лесных массивов. Нужно осваивать земельные территории, улучшать качество жизни, создавать рабочие места, но это не должно отражаться на целостности, на закрытости природных экосистем, говорит Вячеслав Онищенко. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Черкески для учеников 6 класса, сотрудники Карачаево-Черкесского филиала «Русгидро», провели урок по электробезопасности на занятиях. Побывала я, Альбина Ламкова. Это теплоэлектроцентраль, разновимость теплополикостанции, которая не только производит электроэнергию, но и является источником тепловой энергии. Перед началом беседы с сотрудниками Карачаево-Черкесского филиала «Русгидро» дети посмотрели фильм. Они узнали, какие бывают энергообъекты и почему нельзя играть вблизи них, какие предупреждающие и запрещающие знаки существуют, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях, в том числе, что делать, если увидели оборванный провод. Затем начальник оперативной службы Карачаево-Черкесского филиала «Русгидро» Дмитрий Хамутский рассказал о правильном использовании бытовых электроприборов, которые окружают детей дома и о работе энергетика. Мы введем режим работы основного оборудования, которое производит электроэнергию. То есть следим за параметрами генерующего оборудования, то есть гидроагрегатов в нашем случае, чтобы они работали безаварийно, выполняли свою функцию. И уже, как было сказано, у нас всегда в розетках и в светильниках присутствовал ток. Ещё гидроэнергетики рассказали школьникам, почему нельзя проникать в трансформаторные подстанции, разжигать костры и ставить палатки под линиями электропередачи, браться мокрыми руками за электрические приборы. Ученикам напомнили о правилах использования бытовых электроприборов дома, закрепив знания с помощью доступного наглядного материала, красочных пособий, памяток и листовок. Несмотря на серьёзность темы, урок прошёл оживлённо. Дети с большим удовольствием отвечали на вопросы гостей и рассказывали, что сами знают о правилах при использовании электричества. «Приближаться к электроприборам, станциям нельзя, но близко там играть рядом с ним. Если что-то случилось, то мы узнали то, что там есть специальный номер, и мы можем позвонить им на этот номер, и нам могут помочь». «Неисправное электричество – это очень опасно, и лучше не играть, например, в телефоне, одновременно, чтобы на зарядке был он». Жизненно важный, без привлечения. Уроки электробезопасности для детей и подростков проводят в течение всего учебного года регулярно, так как дети чаще всего получают травмы из-за неуёмного любопытства. Оставшись без присмотра, ребёнок вполне может попытаться разобрать телевизор или компьютер, отрезать кусок электрического кабеля или воткнуть какой-либо предмет в розетку. Кроме того, нередко и дети, и взрослые получают серьёзные электротравмы из-за неисправных бытовых приборов. Поэтому профилактическая работа по предотвращению случаев электротравматизма среди населения очень важна». Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В рамках акций МВД по Карачаево-Черкесии «Полицейская ёлка желаний» исполнены детские мечты. Дети сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, украсили лесную красавицу новогодними шарами, в которые вложили записки со своими желаниями. Есть такая традиция под Новый год – загадывать самые заветные желания, потому что в это волшебное время они всегда сдуваются. Мечты детей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, не стали исключением. Благотворительная акция «Полицейская ёлка желаний» в роли Деда Мороза выступил министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Олег Мальцев, его заместители и руководители подразделений и служб ведомства. Праздничная ёлка с письмами детей была установлена в здании ВД по Карачаево-Черкесской республики. Новогодние шары, в которых были спрятаны самые разные желания, один за другим с лесной красавицы снимали руководители ведомства. Все желания детей, в числе которых были посещение дельфинария и циркового представления, катание на лыжах и просмотр новогодней премьеры фильма в кинотеатре, были исполнены в период новогодних каникул. Новогодние праздники закончились, но зима ещё в самом разгаре, а насладиться этим временем года сполна вам поможет красивая натуральная шуба, в которой одновременно тепло, уютно и тело дышит. Её можно приобрести на выставке продажи «Снежка». Они снова привезли шубы с полностью обновлённой коллекцией. Продажа будет проходить с сегодняшнего дня по 16 января. О качестве товара и условиях рассрочки расскажет Альбина Ламкова. Новогодние праздники закончились, но зима ещё в самом разгаре. А насладиться этим временем года сполна поможет натуральная, качественная и красивая шуба. Её можно приобрести на выставке продажи «Снежка» с 11 по 16 января. Они снова привезли меховые изделия, которые не только роскошные, но и тёплые. Для женщин, любящих стабильность, подготовили классические норковые шубы. Для экстравагантных – меховая верхняя одежда из необычных цветов. Новинки сезона найдут и модницы. Рады вам сообщить об открытии нашей новой огромной выставки от меховой компании «Снежка» в вашем городе. Мы привезли большой полностью обновлённый ассортимент норковых шуб. Такого разнообразия мы ещё не привозили. Чёрные, серые, бежевые, голубые – каких только нет норковых шуб на сезон 2022 года. С гарантией прекрасного качества. Разные длины, цветов, любых фасонов – от классики до ультрасовременных моделей. Размеры до 66-го. Любую шубку можно приобрести в рассрочку сроком до 3 лет, без первого взноса и без переплат. И получить меховой жилет в подарок. Огромный выбор качественных шуб редко встретишь в наше время. Здесь каждый сможет подобрать себе идеальную шубку из расширенного ассортимента. Изделия можно приобрести в рассрочку до 3 лет, без переплаты и к тому же получить меховой жилет в подарок. За наличный расчёт вас порадует приятная скидка. Все изделия имеют электронный паспорт. Каждый покупатель может самостоятельно проверить всю историю шубы, что она действительно пошита в России. На каждое изделие имеются сертификаты. Добродушные консультанты всегда рады помочь в выборе шубки по фигуре и по карману. Имеются шубы-трансформеры. Удобные и практичные. Села хорошо. Она нигде не вздёргивается. В груди, на спине. Организаторы продажи «Снежка» спешат порадовать покупателей и удивить широким ассортиментом представленных изделий. Выставка в Черкесске продлится до 16 января включительно. Шубу можно приобрести с 9 утра и до 8 вечера. По адресу улица Горького, 8, Центр развития предпринимательства. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Корчаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Субтитры создавал DimaTorzok